всем привет это павел кириллов если вы смотрели наши более ранние видео о заферусах вы уже поняли что жук это интереснейший если еще не смотрели то видео про его жизнь можно найти по ссылке в описании личинки заферуса живут видимо в древесине а взрослые жуки питаются лишайниками и может быть прелыми листьями напомню что его жизни известно мало и еще меньше известно его размножение но нам повезло у нас в саду живет сразу несколько заферусов и мы периодически ходим их проведать благодаря этому удалось понаблюдать за их непростыми отношениями скажу сразу что подобающим образом брачное поведение заферусов не изучено поэтому мои комментарии в этом видео это скорее гипотезы судя по всему заферусы находят друг друга благодаря феромонам самец заферусов галантен и ненастойчив сначала он подходит познакомиться и ненавязчиво предлагает легкое спаривание если самка не отвечает взаимностью сразу он не бежит к другой заферусы ребята основательные он перекусывает самка лишайником старается обратить на себя внимание для чего нарезает вокруг нее круги заферусы все делают медленно наблюдать за их любовными игрищами легче на ускоренной съемке чем непосредственно стоя у места событий в брачный период самцы конкурируют между собой может за самку а может за одной за пищу вот эти два самца сначала мирно жуют рядом друг с другом вкусный лишайник одному из них наконец пришло в голову что рядом то потенциальный соперник и начинается неторопливая борьба и 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 Соперник повержен и скинут со ствола дерева. Победитель заглядывает вниз, чтобы убедиться, что дело сделано и на всех парах, насколько это возможно у заферусов, устремляется к самке. Спариваются заферусы довольно долго, остальные комментарии тут будут излишни. Ну вот, этот раунд спаривания закончен, усталый самец покидает самку подкрепиться, а самка остается в гордом одиночестве думать о потомстве, у нее-то впереди еще полно забот. Вот такие вдумчивые брачные игры у жука заферуса, пожелаемого мобильного потомства и вкусных лишайников. Впереди у нас еще много историй любви, драматических моментов и семейных историй. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Субтитры создавал DimaTorzok